всем 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 привет у всех карантин у нас тоже закрыли садики закрыли школы закрывает насколько мне известно несколько магазинов но не знаю точно закрывает или нет услуг ходит что закрывают целом я сходил магазин кое-что купил у нас дома вообще все заканчивается вот в самый ненужный момент сделали карантин это всегда так ну ладно не в этом не об этом суть сейчас покажу что купила ой пакетики слабые рвутся сразу купила свеклу она у нас сейчас по 28 рублей за килограмм здесь я не знаю сколько точно но целом свеколочку взяла дальше взяла морковку последнюю кстати забрала морковочку тоже по 28 рублей за килограмм так это тут у них остатки вот такая вот старенькая морковка остается вот чуть-чуть тут есть они бывают отдают моим животным и я их мою хорошенько я отдаю морской свинке дальше взяла капусту капусту взяла вот такой большой качан капуста была по 20 рублей за килограмм я вспоминаю цены сейчас так и взяла лук вот такой крупный лук взяла сейчас покажу сколько просто доставать из пакета не будет вот целый пакет лука лука у нас уходит очень много и очень быстро дальше зашла в другой магазин взяла 2 литра молока у нас 2 и 5 процентов по 40 рублей по моему по молоку если честно точно не помню взяла куриные палочки здесь весом не написано сколько вес здесь в общей сложности килограмм вышло килограмма не стоит по сто тридцать четыре рубля да и также взяла фрикадельки вот такие вот по весу не помню сколько вышло но цена у них по сто двадцать восемь рублей это меня просто спрашивать люди поэтому говорю потом взяла вот такой вот деткам мясо свинины голова прессованная так кировское мясо комбинат тут вес у него двести девяносто восемь грамм цена 67 рублей за этот кусочек вот такие вот все мои покупки были хотел еще сахар взять но у меня денег уже не хватало на сахар поэтому сахара у нас осталось его чуть-чуть экономию вводим у нас есть кисель будем варить кисель сейчас буду готовить кушать и как раз приготовим кисель да и горка все на карантине все сидят дома ну у нас как это не карантин считается а вынужденная мера вот так вот и будут учиться дома вот такие вот в целом покупочки это я буду кушать готовить сейчас подожди сейчас приготовлю ладно всем желаю хорошего дня хорошего настроения берегите самое главное свое здоровье и будьте чуточку добрее и тогда мир для вас тоже будет добрым всем 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 привет у нас уже вечер я на кухне как всегда у нас сейчас тихий час ребятишки спят пока ребятишки спят мне надо приготовить кушать многие спрашивают как вы в карантин справляетесь да нормально справляемся я не сказал что совсем плохо я на столе просто картошку света почистила пока я ваню спать уложила стол не вытерла вот пытаюсь вытереть стол пока ванюшенька спит мне надо успеть приготовить кушать он капризничать ничего делать не не дает вот вообще ничего не понимаю понимаете вот я не знаю как мне с ним уже быть я же буду картошку чистить вот так вот мы я буду с вами сразу разговаривать по поводу так плохо да видно по поводу последней распаковки из германии вы писали почему дети не показали эмоции вот я ребята сама понять не могу перед этим распаковку делали да дети там эмоции показали естественные свои вы написали какие-то шары когда вот дети спокойно сидели вам тоже не понравилось а как они должны это старшие я не знаю уже как поэтому я уже не буду обращать на такие комментарии дети рады были а это самое главное что-то мне света много картошки почистил попросила пять штук она мне тут по ходу дела всю картошку вычистила ну ладно уберем на завтра ничего страшного целом я уже поставила для супа воду с курицей я буду резать картошечку 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 будем резать и натирать морковочку что-то у меня печка что-ли потухла а нет дурит показалось поэтому я уже ребят вот честно если честно я уже не знаю как эти распаковки снимать уже боишься какую-либо эмоцию показать потому что пишут вот всякую ерундень вот вообще не понимаю некоторых людей почему они так пишут поэтому картошка какая-то плохая магазине купили она какая-то прям не очень хорошая сейчас карантин ребятишки у меня все сидят дома на улицу во дворе то они у меня гуляет но за двор не выходят сегодня бабушка звонила переживает за нас когда чем мы здесь я говорю бабушка не переживая все хорошо слава богу у меня никто не болеет все живы все здоровы я тоже вызрена бабушка не знала что я болела поэтому я ей не говорю никогда что я болею или чё то сейчас она видео не смотрит потому что она когда смотрит у нее подскакивает давление она все равно она скучает по нам она хочет к нам поэтому там не дают ей сейчас смотреть видео чтоб не поднималась у него давление ну сами посудите бабушки уже моей восемьдесят пять лет дай бог ей еще столько же прожить хотя я знаю что это знаете не вечно но ничего не поделаешь надо быть готовым ко всему как говорится ну я желаю всегда своей бабушке здоровья всегда всегда самого-самого чтобы долго она жила и желаю всем вообще бабушку всем вообще всем людям чтобы долго жили и были чуточку добрее в целом сегодня сяду за компьютер как помните на фотографии где я говорила чтоб вы угадали кто это я сегодня обязательно сяду и засниму передам вам приветы тем кто отгадал ну и по идее я всем передаю приветы так что ну я имена обещала название канала назвать поэтому обязательно передам вот сегодня вечером сяду и сделаю как обещала пока приготовлю кушать уже как раз вечер будет я сегодня кашку варила потом плов был бутерброды они ели со шпиком чай пили хочу еще кисель сварить сахар то заканчивается надо же как-то это выходить из положения я сейчас шинкую картошечку потом буду сегодня суп хочу сварить с капусточкой давно что-то с капустой не варила все они просят с рожками с рожками мне так надаете с рожками суп то с рожками то с рисом то с рожками то с рисом надоедает уже знаете одно и то же готовишь и надоедает и спасибо всем кто вообще поддерживает меня огромное огромное спасибо дай бог вам здоровья дай бог вам всего самого хорошего видео я заметила многим понравилось про готовку поэтому я постараюсь их почаще снимать и показывать что я именно делаю сегодня тоже немножко наверное сделаю так поэтому вы далеко не убегайте но я сейчас на шинку и вам все покажу дорогие мои я уже нарезала капусточку также нарезала картошку и сейчас тру лук лук морковку и тут знаете под последним видео где экономное меню мне написали какая у нее страшная терка ну ребята извините эта терка у меня лучше трет чем старая вот терка у меня есть старая еще от моей бабушки да вот та уже совсем старенькая я уже выкинуть надо но жалко почему-то поэтому на чем могу на том и трое вот так вот я отвечу на ваш вопрос на ваш комментарий чем у меня занимаются дети в каникулы за телефонами за своими гаджетами сидят в игры играют которые нам игры прислали они играют маленькие пазлы собирают книжки читают что-то делаются играют мне даже если честно времени это все поснимать сейчас из-за того что дети дома больше приходится быть на кухне но постараюсь поснимать так сейчас натру морковку и мне надо будет нарезать еще лук и потом мы уже с вами пойдем на печку готовить жарить а да по поводу печки мне написали настя ну можно же побелить печку или что то у меня печка металлическая и звездка с нее слетает но мы ее металлом покрыли сразу когда делали мы ее сразу покрыли железом и она слетает вся звездка мы ее только серебрянка но по поводу серебрянки я уже говорила то что она сильно вонючая я когда купила мне сразу сказали что она будет вонькая но когда я ее купила дома открыла и сама чуть не задохнулась поэтому вот так вот морковочку я натерла сейчас буду чистить лучок и будем готовить дорогие мои у меня ванечка проснулся поэтому убегала с кухни ванюшку опять улаживать но в целом светик у меня тут зажаривала лучок с морковочкой молодец смотрела и у меня так же смотрите как кастрюля потемнело варится курица для супа сейчас будем с вами варить мне блин не хватает в кастрюлю ух у меня ребята сломалось стекло на телефоне я вот сейчас смотрю ладно хоть это защитные но блин неприятно вообще вот смотрю на это стекло тут прям очень сильно сломалось в целом что хотела сказать у меня не хватает у меня одна кастрюля продырявилась и надо покупать мужу на запасаться кастрюли то у меня нет надо купить кастрюлю он говорит сразу и купим несколько кастрюлей потому что одна кастрюля у меня продырявилась одна вот как вы видели внутри от готовки она потемнела я не знаю почему но вот она вот так вот потемнела поэтому вот надо будет покупать кастрюлю ну блин вот стекло сломалось вот вообще не айс надо я заказала с Алиэкспресс стекло смотри как стекло сломалось я так смотри вообще прям ну ладно это главное не телефонное стекло сломалось а защитное стекло поэтому ничего страшного это у меня вот из-за того что она сломалась оно внутри запотевает и поэтому иногда фокус немножко портится ну ничего в целом готовим суп дорогие мои у меня еще тут недавно задавали вопрос чем вы кормите крыс да ну вот помимо корма который мы покупаем в магазинах я им запарю вот этот геркулесовый овсяный хлопь вот сейчас как раз я буду запаривать у меня тут одна подруга отдавала смесь вот это вот видите старая вот такая вот смесь обычная для новорожденных но она у нее у ребенка короче аллергия пошла и она старая старая она прям какая-то невзрачная и ребенку я свое он тоже побоялась давать и даю крыскам вот я сейчас буду запаривать эту крупу для крысок они обожают ее кушать вот с последней с этой смесью что крыскам что белкам дегу я тоже по чуть-чуть даю также даю иногда морской свинке своей лапуське она тоже любит такое кушать так сейчас запарю все последняя пачка у меня геркулеса надо купить также иногда я им запариваю гречневые только я ни в коем случае не ложу ни соль ни сахар ничего такого не ложу не кладу не ложу как хотите ну вот в целом запарила вот так вот и сейчас накрою крышечкой и оно будет настаиваться также я еще тут развела киселек буду варить кисель у меня еще немного осталось там наверное может литра два киселя мы брали 5-килограммовым мешком и вот осталось немножко совсем ну дети не очень любят кисель они больше любят сухофруктов, компот а кисель они не очень любят ну пьют вот так вот все ребятки сейчас суп у меня уже скоро сварится Тайсону кушать приготовят у меня кастрюля у Тайсона здесь стоит для него специальная крышку с улицы занесла накрывать приготовила Тайсону покушать сейчас сын унесет ему тоже запарила знаете как-то купила в магазинах уцененные крупы а когда домой пришла открыла там просто навсего вот эти жучки мелкие и я собаки все это варю да и все я поставила на улицу и потом варю с Тайсону их ничего говорю разойдется ничего страшного собаке тоже надо что-то кушать поэтому вот так вот на осветику пересадить наверное кактус скажите пожалуйста кто кактусами занимается вот такой горшок для вот такого кактуса маленький уже или еще нет или ему можно расти просто у меня осветик занимается кактусами не знаю наверное уже побольше для этого кактуса точно это мне знакомая Галинка давала спасибо ей огромное красивый такой кактус вот для него точно надо горшочек побольше уже мне кажется и еще вот здесь вот один кактус есть у них вот такой вот маленький приживается плохо приживается вообще плохо уже что только не делали и вот плоховато что-то приживается он у нее но ничего страшного сейчас вам покажу астры мои смотрите дорогие друзья некоторые астрочки уже по 3-4 листочка вот видите вообще прям хорошо так специально повернула чтоб немножко а вот здесь вот бархатцы смотрите как они у меня что-то вообще плохие я прям не знаю они у меня гибнут и гибнут подскажите кто что может также мои хорошие хочу вам показать помидорки вот смотрите что интересно вот с этой стороны помидорки пальчиковые видите вот так вот напополам было разделено они взошли а вот здесь вот мини помидорки они не взошли просто на всего видите как и вот здесь капуста вот тоже было разделено на 4 части два взошло едва не взошло видите как вот так вот вот здесь вот должны быть перцы но они не всходят но подождем перцы по идее всегда долго всходят подождем может быть что-нибудь взойдет дорогие мои забросила уже все кастрюлю и картошку и капусту и зажарку просто Ваня капризничать ничего не дает делать поэтому уж извините и вот курочка почти уже но она уже сварилась по сути я всегда ее в самом конце начинаю разрезать на кусочки но в целом вот так вот все у меня готовится пускай сейчас готовится потом закину еще зелени также поставила здесь воду закипает уже сейчас будем заливать кисель все дорогие друзья достала я курочку разрезала и закидываю в супик наша курочка готовится суп почти готов вот такой вот он насыщенный получается хотела зелень закинуть представляете закончилась блин вот как не вовремя карантин все позаканчивалось ну суп вкусный должен получиться если кто-то кушает всем приятного аппетита дорогие друзья супик сварился вот такой вот вкусный супик у меня получился тут вот для старших налила тоже остужать если вам понравился такой рецепт то готовьте тоже ну вот мы постненький сделали такой знаете вкусненький супчик все кто хочет ложить майонез и сметанка но у нас ничего этого нет поэтому мы будем кушать и так тоже очень вкусно если вам понравилось то пишите ваши комментарии пишите ваши предложения я к ним обязательно прислушаюсь спасибо